Ну что ж, мы продолжаем тему. У нас в студии первый гость Леонид Голованов, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Леонид Аркадьевич, здравствуйте, доброе утро. С добрым утром. Здравствуйте. Здравствуйте. Леонид Аркадьевич, существует ли в медицинской науке такой термин «идеальный возраст» для беременности, ну и, соответственно, для родов? Ну, акушерство наука не точное. Если говорить о, как бы сказать, европеоидной расе, как наша, так сказать, то «идеальный возраст» условно и пропустить психологические моменты, готовность там и так далее, то это где-то в районе 18-20 лет начало и официально где-то так до 27. Дальше мы пишем диагноз «первородящие» во столько-то лет, да. А почему тогда возрастных беременных пациенток отправляют на консультацию на генетикам? Как так получается? Дополнительные обследования рекомендованы здесь не только генетики. Специально у нас есть скрининг, УЗИ делается, смотрим кровь на возможные риски. Генетический фильтр как бы слабеет с возрастом, считается. И есть риск, что может беременность, которая бы воспринялась как патологическая и самопроизвольно прервалась на маленьком сроке, то есть там 2-3 недели как самопроизвольно, вот, может сохраниться и развиться, то есть уже какие-то пороки там, хромосомные внутренние органы там и так далее. Так, вот поподробнее на эту тему, какие проблемы могут быть со здоровьем у ребенка? Не хочется, конечно, про это говорить, но тем не менее. Родившихся у взрослых мам, скажем так. Абсолютной гарантией вот эти обследования, конечно, никогда 100% не бывает, но сейчас есть и дополнительные системы, значит, это вот принетикс, генетикс, УЗИ и все прочее. То есть риски как бы минимальны, если правильно обследоваться. Вот, а так, конечно, да, это связано и, возможно, риск плацентарной недостаточности, это мы смотрим уже, когда скрининг делаем, есть риск хромосомных отклонений, не только вот на трисомию там и все это, а там все возможные, вот, сейчас в лабораториях делают. И, ну, конечно, да, различные органы системы, сердце, почки, желудок, там, мозг и прочее, прочее. Это все повышается с возрастом, вот, поэтому дополнительно обследуется. А возрастная беременность, это вот считается, допустим, первородящей, когда мама, ну, год за 40? Или когда уже у нее, может быть, впереди трое детей или сколько-то? Это скорее терминологически это самое. После 28 лет все, пишем, первородящая в таком-то. Если, например, несколько родов уже было, и она 40, там, скольки-то, там, ну, к 50, это уж очень редко, вот, такой диагноз уже официально не существует. То есть мы не пишем повторно родящие в таком-то возрасте. Здесь вопрос вот как раз именно в этих рисках, то есть как бы по способу родоразрешения, тоже здесь индивидуально. Вот. То есть возраст, это приоритетно в плане вот рисков, а не количества родов, да. Как-то отличается введение беременности, собственно, сам процесс родов в 20 лет и в 35-40? Ну, вообще планировать беременность желательно, так, чтобы вот пришла уже с беременностью. Ну, если все идеально, шикарно, то, конечно, в идеале обследование до того, как забеременеть. Да, это раз, это для всех. Вот. Ну, дополнительные обследования просто необходимы. Если возраст, так сказать, уже там за 30, за 40, то, естественно, есть определенные программы, это все отработано без проблем, то есть дополнительные какие-то моменты. Вот. Так что, да, чуть-чуть более объемные исследования, и все. А поздние роды, вот, есть какой-то предел возрастной? Вы имеете в виду возраст, не срок? Может, в вашей практике, может быть, вот самая, скажем так, взрослая мама? Ну, вот, курьезный момент, да, и это самое. Работал девушка, значит, несколько неудачных ЭКО, вот, бросила все, уехала куда-то отдыхать, смена климата, все, значит, ну, и как-то забыла, решила, что... Расслабилась. Это не судьба, да, сложно, это все. Нет, действительно, психологически расслабилась. Да, в этом что-то есть. Это очень большой фактор, я слышала. Психофизиологию у нас в мединституте не преподают, но усилием воли можно, видимо, как-то и здесь. Вот, значит, не здесь она обследовалась, все, где-то там, значит, приехала, чуть ли не из-за рубежа, обследовалась там куча всего. Ну, так вот, решила, что 47 лет не соврать, решила, что, значит, это самое, месячных задержек, климакс, ну, и ладно, думает, вот. А потом почувствовала шевеление. Вот на этом интересном месте мы прервемся. На самом интересном месте, да. Да, да, 47 лет, запомнили, почувствовали шевеление какое-то. После рекламы узнаем, чем же закончилась эта история и зададим еще пару вопросов. Оставайтесь на ТНВ. Леонид Голованов у нас в гостях, врач-акошер-гинеколог. Мы тут рассказывали историю про самые возрастные роды. Мы остановились на том, что 47 лет, дама поехала отдыхать. Случайно, да. И что-то не то почувствовала. То есть, забыла обо всем, решила, ну, судьба так не судьба, и, значит, и вот вроде месячные прекратились, решила, что здесь что-то гормональное, вот, и вдруг на тебе почувствовала шевеление УЗИ, все там, беременность маточная, все отлично, ну, то есть, срок уже такой, за 20 недель. Ничего себе. Такое бывает, да, то есть, шевеление, ну, когда-как. Вот, доносила, ну, учитывая возраст, ну, то есть, нет такого вот, там, например, ЭКО, значит, Кесарева, или возраст, значит, Кесарева, но все-таки вот как бы, ну, предложили, значит, вот. Написала письменный, добровольно информированный отказ от предложенной операции. Шикарно родила, все, сама родила, ну, то есть, в акушерском плане там все было замечательно, я имею в виду, вот, там, таз, все, то есть, расположение плода, как положено, все, идеально. Вот, вот, вообще идеально началось потихонечку, воды на полном, значит, отлично, родила, все, на грудь пошел на четвертый день домой. Ну, что, то есть, тут не просчиталось. Но это исключение из правил, вот такие вот роды, естественным образом, скажем, как обычно бывает? Когда только началось у нас, вот, возможность помогать, вот, ИКО, да, пошли, возможность контроля и вынашивания, то есть, сейчас медицина, конечно, гигантский шаг, это огромный плюс, вот. А когда все начиналось, слово ИКО, это равно Кесарева, сейчас, ну, или там, возраст, все, на всякий случай, сейчас такого нет. Ну, кстати, да, про Кесарево сечение, родственная беременность, как лучше решать вопрос? Вы знаете, вот уже как дорожаем, способ родоразрешения здесь очень индивидуально, без вариантов, идеальные роды и для малявки, и для мамы, лучше идеальная операция, вот. Но тут все степень идеальности оценивается очень индивидуально в каждом конкретном случае, то есть, нет, так что, вот, возраст 40, давай-ка мы тебе Кесарево предложить должны, объяснить, поговорить, все, женщина уже принимает решение. Ну, то есть, вот история с 47-летней, женщина мне больше нравится, такого счастливого хэппиэнда. Это нельзя ставить, как вот, все так будут, вот, у меня рожала, значит, и все, здесь очень индивидуально. Просто я женщинам говорю, то, что есть надежда, что не обязательно Кесарева, это приговор там или что-то. Ну, конечно, да, да, нет, ну, Кесарева это неплохо, плохо его вовремя и правильно не сделать, но если все складывается благополучно, самостоятельные роды, совершенно спокойно тут уже все это, просто повнимательней роды вести, да. Ну и самый главный итог, который подведем под нашим разговором, я думаю, такой. Вовремя обращаться к врачам. Врачи помогут, врачи знают. Да, в любом возрасте. Главная задача, да, правильно вовремя пожаловаться. И то, что за 40 не отчаиваться. Конечно. А есть еще надежда. Чудеса возможны. У меня бабушка, кстати, в 51 год родила ребенка. Ну, это замечательно. Ленин, спасибо большое вам за интересный разговор. Спасибо. Желаем вам здоровья, вам, вашим... Пациентам. Беременным. Пациентам, да, пациентам.